Сегодня у моего мужа день рождения, ну а мы с вами поговорим о вышивке. Всем привет, меня зовут Оля, и вы на канале про крестики. В минувшую субботу состоялась встреча вышивальщиц. На самом деле она... Вообще все это видео будет достаточно нетипичным для меня, непривычным. Да все, по сути, пошло с самого начала не так. Ну, во-первых, в субботу, где-то в половине второго дня, а чтобы вы знали, наша встреча обычно начинается в 12 часов и заканчивается в 6. И вот в половине второго дня мне звонит Лена, одна из наших вышивальщиц, и спрашивает меня, Оля, а ты как вообще собираешься прийти на встречу? Даже не так. Это было не половину второго, а... Ну да, что-то около 35 минут. Не знаю, почему я... А, ну я знаю, почему я посмотрела на время, потому что я думала, боже мой, там встречи, а меня нет. Я почему-то решила, что встреча будет в ноябре. Не знаю, почему мне так показалось, что в первые числа ноября, где-то числа 6-го, вот у меня это в голове зафиксировалось число. Почему оно так зафиксировалось, я не представляю. И я решила, что более точно там я посмотрю информацию уже в самом ноябре. Ну, в общем, ладно. И тут мне звонит Лена по WhatsApp. Я захожу в WhatsApp, а у меня там сообщение от Ани от подружки моей вышивальные, Оля, ты вообще будешь? Маруся, кто-то еще у меня в чате спрашивает. Я говорю, господи, там встреча, а меня нет. А мы же на работе? И мама живет в центре, а я живу на Востоке. Да, пожалуй, в восточной части города, если бы... Да, в восточной. Ну вот. В общем, ей добираться до меня тоже так не близко. Думаю, ну все, сейчас уже почти 2 часа. Там, если пока мама доедет, дай бог, если 3, а то 4. Пока я доеду, в 5 часов, там уже народ-то по большей части может разойтись. Ну и смысл мне ехать. Я так поогрчалась. А почему мне Лена звонит? Она мне как раз за пару дней до этого писала, нужны ли мне еще упаковки от китайских наборов. Ну и те, кто смотрит мое видео, в курсе, что я наборы Иолис люблю переодевать именно в них. Они удобные, это такой плотный материал, не полиэтилен даже как-то это. Ну, в общем, я думаю, что все понимают, о чем я говорю, с кнопкой. А некоторые даже и большая часть. Еще и с вешалкой какой-то. Ариолис у них такая антивандальная застежка, упаковка. В общем, если ты ее вскрыл, то все. И я такая, да, да, конечно, нужны. Лена говорит, ну я, в общем-то, тебе их привезла, а тебя нет. Ты как бы приезжай. Говорю, ну а как, у меня дети. Она говорит, ну тут ты не одна такая с детьми будешь. Здесь уже есть дети, бери детей, приезжай. А я так думаю, боже мой, я беру свою троицу, собираю их, еду. Ну это, наверное, что-то из ряда вон, там все с ума сойдут. Моя троица, это, знаете, орда прошла, в общем, после нашего семейства. Такая, ну ладно, Лена, там я не знаю, заберу у тебя потом файлы. Звоню мужу, жалуюсь, говорю, вот, ты представляешь, я забыла. Он говорит, а что ты паришься? Взяла детей и поехала. А я так что-то подумала, а правда, что я парюсь? Взяла детей и поехала. Мне кажется, мы собрались феноменально быстро. Что-то около получаса, там даже меньше, может, минут 20 надо было ехать на автобусе. А мы, кстати, вот еще один момент, почему это необычное видео. Мы решили поэкспериментировать, и место нашей встречи перенеслось из привычного там центра-центра, немножко ближе ко мне, а у меня прям прямой автобус идет, прям наибрямейший. Вот остановка возле дома и остановка в 15 метрах от непосредственного места, где мы встречались. И мы как-то голубом собрались, старшие у меня так благосклонно к этому отнеслись, особенно самый старший, он говорит, мама, не переживай, мы будем себя хорошо вести, я так хочу, чтобы ты хорошо отдохнула. Ну и вообще им интересно. Они столько слышали про эти встречи в душеварщице и ни разу там не были. Просился давно, старший так точно. И он говорит, не забудь свою вышивку. Я в последнюю секунду бросила коробку с моими новогодними игрушками, и все. И в общем-то, а надо было на самом деле еще одну взять. Ну, я об этом сейчас расскажу. В общем, мы быстренько доехали. Часа не прошло, на самом деле. Прошло. Я перезвонила, что я собираюсь ехать там буквально через 8 минут, соответственно, в 43 минуты. Так вот, что-то около того, через час ровно, ну плюс-минус, я была на месте. Там нет лифта. Младшего я везла на коляске. Ему, конечно, в декабре 3, но коляска нужна не ребенку, коляска нужна мне. Просто потому, что в противном случае, он у нас мальчик очень активный и с характером. А трех вот еще нету, и они прям так отставят свои границы. Так вот, коляска нужна не ребенку, коляска нужна мне, чтобы он у меня был зафиксирован, чтобы он хотя бы... Я его не тащила каждые там 5 метров на себе, не уговаривала там, оставь в покое этот листочек, не надо его переносить с этого места на другое. А спокойно добралась. В общем, приехала я на место, а там пятый этаж, старый фонд Питера. Такие большие пролеты. В общем, с тремя детьми, с коляской, это складная коляска. Не просто трость такая маленькая-маленькая, она такая, вполне себе весит что-то. В общем, с этой коляской на себе, с тремя детьми, одного за руку, двух страхую. В общем, поднялась, пришла. Ну да, на самом деле, девчонки, когда Алина сказала, что вы представляете, Оля просто забыла про встречу. Ну, в общем, девчонки хорошо посмеялись надо мной. Вот, приехала. Вот второй момент, да. Почему необычное видео? Оно нетипичное, потому что новое место. Это, ну, опять антикафе. Такие антикафе, как правило, переделывают из коммуналок бывших. Там у нас в Питере очень большие есть коммуналки. Там была небольшая, там, может быть, комната на 4, на 3, не скажу точно, но небольшая. У нас была самая большая комната, что около 30 метров. Ну, что там за комната вы увидите? Я специально сняла, сняла, что там вокруг, чтобы была возможность посмотреть, что уже это такое. Я хотела снять видео еще максимально в формате с окружающим звуком, но у меня это не получилось просто по одной простой причине. Я уже говорила, что приехала я со своей ртой. Там были, да, еще дети, но небольшой кусочек видео, который я сознательно оставила звук, несколько кусочков. Вот то, что вы слышите наиболее шумное, это, это, скорее всего, мои, мои дети, да. Они переели там сладкого в бешеных количествах, там кофемашины, там можно чай попить, там печенье, как обычно. Какие-то у них печенье с шоколадом или с карамелью есть еще там, с QR-кодом. Ну, свои они печатают, рекламные. В общем, мои наелись сладости от пуза. Их к вечеру уже просто-просто крыло. Народу было не так много. Визуально вроде кажется, что много, но я уже так, оглядываясь назад, вспоминаю, что многие не приехали, либо рано уехали. Либо те, кто даже приехали, многие из них, как я, не привезли работы или привезли какой-то минимум, потому что резко, спонтанно собрались. Ну, вообще, все это происходило очень, очень так, вот как-то не собрано. Нет, ну не собрано я так не скажу. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Вот. По этому видео получилось у меня очень короткое. Мне кажется, что я даже наболтаю больше, чем покажу вам работу. Да. Простите за это. Я постараюсь не превращать канал в подкаст моей жизни. Подкаст о моей жизни. Вот. Но говорят, что людям интересно иногда послушать какой-то бэкстейдж, что происходит за кадром в жизни. Поэтому будем считать это таким исключением. Да, сняла немного. Вот. Что я оставила, где звук? Ну, где я снимала, как бы, общий план, где мы все находимся. И общалась еще. Как правило, у меня находится девушка. Обычно это сала. Но не каждый раз. Которые помогают мне в съемке. Ну как, я там стою с этим стадикалом, а мне убирают работы из кадра. Так вот. И мы разговорились с одной из наших вышивальщиц. И она рассказала. Мы, по-моему, с ней конкретно поговорили про миробилию. Вот эту информацию я сохраню. Потому что, мне кажется, интересно было бы послушать, как такие работы вышиваются. Миробилии не такие уж и частые. А вышивки, кстати, я заметила у нас. Ну, поэтому я считаю, что то, что сказано будет в видео, будет полезным. Хоть кому-то да будет. Мне было интересно послушать. Ну, мы достаточно быстро добирались с детьми назад. Все уже, мне кажется, под конец вечера были подочумевшие от количества детей. Мы вышивальщицы и так не очень тихие. Нас собирается много человек. И такой всегда какой-то гомон. Но здесь это было... Причем то, что это сложно и тяжело другим людям, я осознала, наверное, уже позже. Потому что для меня, вроде бы, как не было никаких изрядовон звуков. Ну, как бы, да, меня дергают дети. Вот, они что-то носятся. Я привыкла. И только потом я уже в голове прокрутила и понимаю, что девушки-то... Ну, у них не такая жизнь. Нет такого, что постоянно у тебя перед глазами что-то мелькает между ног, что-то ползает где-то, что-то кричит, что-то где-то падает. Ну, какой-то кошмар. Да, еще место, на самом деле, где мы были довольно интересные, непривычные. И так случилось, что в этот день в Питере было солнце. Оно тут появлялось, тут пропадало. Было достаточно сложно поймать, наверное, кадры с хорошим освещением, с подходящим. Ну, и я старалась как-то выжить из этого максимума. Лена, которая, кстати, я ее встретила. Там она отдала мне эти файлики. Их оказалось, по-моему, аж 25 штук. Она говорит, ну, как ты не приедешь? Я всю ночь разбирала свои китайские наборы. Боже мой, Лена, спасибо тебе большое, если ты смотришь. Прям дважды спасибо, что сказала мне о самой встрече этот раз. И что, собственно, подарила мне эти файлы. Они меня спасли. У меня переоделся весь Риолис. Даже пять файлов осталось. Я подумала о том, что надо бы, наверное... Наверное, это какой-то знак. И надо докупить еще несколько наборов. Ну, я не раз уже говорила, что сейчас это не тот случай. Ну, и в принципе... В принципе, по моей памяти, там было мне еще что переодеть. По-моему, МП-студия. Мы уже что-то акварель. Еще что-то было. Надо перебрать просто еще раз наборы и посмотреть, что там. Был еще такой интересный момент. Я даже не сделала какой-то минимум фотографий. Одна из фотографий, которая в итоге, слава богу, была сделана по двум причинам. Во-первых, она будет на обложке альбома. А во-вторых, то, о чем я говорила, что я пожалела, что не взяла вторую коробку. Работы, которые я вышивала за последний месяц, они у меня поместились, ну, вот в такую небольшую... Ну, как бы по высоте вот такую небольшую коробку. Так вот, в этой коробке у меня лежала вышитая кленушка. Ее на самом деле зовут кленушка, я ее называю девочкой осень. И Ира принесла сумку с вышитой, ну, вышитой этой кленушкой на другой совершенно основе, по оригинальной авторской схеме, не как я по китайскому набору, но с нанесенкой. И оформленной в сумку. Когда я увидела, я поняла, как сильно я не продумала этот момент, потому что я хотела снять видео сравнение китайского набора и оригинальной авторской схемы. Что же в итоге получается, ну, и как бы в чем разница на выходе. Но я постараюсь сделать это в следующем месяце. Ну, и в общем, пожалуй, хватит болтать. Давайте уже посмотрим, что же там вышло. Приехал. Приехал. Я подождал. Мне вообще все. Все хорошо. Все хорошо. Мне с вами а и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...